Ощущение было очень приятное, теплое, что ты приносишь людям улыбку, счастье. Алина Удачина вспоминает, как первый раз приняла участие в добровольческой акции. Это было три года назад, сейчас девушке 18. Она учится в колледже на педагога начальных классов. Я думаю, будем развиваться еще. Не собираюсь бросать эту деятельность. Ну, года два-три точно. Больше принимать участие в активных мероприятиях. Может быть, в своем филиале что-то создать, какой-то тоже наподобие проекта, может быть, сделать. От имени Сергея Павловича Сергеева, главы нашего города, я приветствую этот форум. Хочу сказать, что Сергей Павлович не только знает, но постоянно интересуется тем, как живут молодежь, жители нашего города. Как развивается волонтерское движение. Почему? Потому что именно на вас он ставит ставку в формирование молодых людей с их активной гражданской позицией. Позиции анапчанин. Работают три секции. Эксперты рассказывают о том, как помогать людям с ограниченными возможностями здоровья, как беречь природу, агитировать за здоровый образ жизни. Основная цель, чтобы самые активные волонтеры становились организаторами акций и вовлекали в движение своих друзей и знакомых. Не надо думать, искать, ждать, что вас куда-то позовут. Это должен быть базы в сердце, базы в души сделать просто благое дело, доброе дело. Поверьте, никто вас не осудит, если вы подберете бездомного котенка, поможете бабушке перейти дорогу или другое, любое доброе дело. Вам только воздастся. Начальник Краевого управления молодежной политики Игорь Калинин назвал Анапский форум вехой, которая послужит развитию движения волонтеров в целом на Кубани. Впереди Всемирный фестиваль молодежи и студентов, мероприятия которого пройдут в Сочи этой осенью. Там будут работать более 350 волонтеров из Краснодарского края. Своеобразный рекорд. В свою очередь, анапчане, как молодежь, так и участники движения волонтеров серебряного возраста, заметны на краевом уровне. Нина Галкина представит Кубани на всероссийском конкурсе. В 2012 году она решила поехать на Сочинскую Олимпиаду, где стала самым пожилым волонтером. Сейчас ей 77 лет. Пока вот есть силы, оно же интересно, оно как-то не просто сидишь где-то на лавочке. Интересно же общаешься с молодежью. Знаете, вот я даже когда, ну раньше была, смотрела на молодежь. Как-то, знаете, вот думаю, ой, какое же прям плохо, ну не очень хорошо. А когда побывала на Олимпиаде, пообщалась с ними, знаете, как-то зауважала. Вот, и тут вот было, вот были на форуме, вот в смене тоже, смотрели, прям такие ребята активные, умные какие-то такие, все здорово. Опыт работы на спортивных мероприятиях пригодится на чемпионате мира по футболу. В Сочи будут проходить матчи, в Анапе тренироваться команды. В ближайшие выходные – всекубанский субботник. Городские власти уверены, что волонтеры примут в нем самое активное участие. Спасибо.